Карамба ТВ представляет Здравствуйте, мои сладкие и ненаглядные покорители игровых миров, не желающие в упор замечать прелести реальной жизни. Если бы вы знали, как я заждался очередной встречи с вами, чтобы рассказать, что же произошло на этой неделе. И вот настало время вновь осветить темные делишки разработчиков и перемыть кишочки издателям. Assassin's Creed 3 на писюнок выйдет сразу вместе с исправленными багами консольной версии игры. Blizzard решилась таки анонсировать дату релиза расширения StarCraft 2 Heart of the Swarm и предлагает никому не нужные бонусы за предзаказ цифрового издания. Capcom решила заранее анонсировать дополнение к игре DMT, чтобы игроки уже активнее собирали денежки. Гениальное агентство Агента 47 в Hitman Absolution решило укокошить Ассасина номер один, рядом с которым другие убийцы и рядом не валялись. Разработчики Dead Space 3 жалуются, что создавать хорроры сложно, потому что есть некоторые игроки, которым не нравятся ужастики. Rockstar решила запилить невообразимо огромный город, дабы дать фанатам GTA 5 возможность полетать. И на сладкое, как всегда, запасемся новыми релизами. Приготовились? Монитор, джойстик, сиську в руку, погнали! Ubisoft призналась, что нет ничего круче, чем PC-версия игры. По словам разработчиков Assassin's Creed 3, который на PC появится с задержкой почти в месяц, выйдет на свет сразу со всеми патчами и дополнениями, которые к 20 ноября появятся на консолях. Пока юзеры настольных персональных компов и ноутбуков негодуют и тихо-лютой ненавистью ненавидят приставочников, команда признается, что на компы игры делать так и сложнее. Разработчикам просто не нужно беспокоиться об улучшенном качестве текстурах, поддержке разных версий DirectX и думать о всей прочей хуятенечке. Поэтому PC-версия, даже несмотря на то, что она порт, будет на порядок выше стремительно стареющих PlayStation 3 и Xbox 360. Поэтому пятюны смогут с первых шагов за Коннора насладиться максимально возможным на текущий момент качеством Assassin's Creed 3. Нежданно-негаданно, Blizzard решила все-таки анонсировать дату релиза расширения StarCraft 2. 12 марта фанаты стратегии смогут опробовать всю ту хуйту, что умудрились натворить разработчики, включая новую сюжетную линию, появление героев, прям как варики, появление новых юнитов и бла-бла-бла. Более того, создатели решили добавить в игру поддержку кланов, которая будет представлять собой не что иное, как отдельный канал для соклановцев и определенные правила для написания тегов команд. Заебенчик! А специально для тех, кто любит покупать игры в цифровом виде, Blizzard предлагает делюкс-мать-его-заляшку издания, в котором среди бонусов появится... Не поверите! Аватарки, крылышки и прочее никому не нужное поебень! Почему-то в Capcom считают, что вся семейка Данты просто обязана сражаться с демонами. Этакий семейный бизнес под брендом Devil May Cry. Расработчики анонсировали дополнение к игре, в котором появится братишка Данты по имени Вергилий, который не менее ловко будет херачить демонюк своей катаную налево и направо. Очевидно, издатель решил со всей серьезностью подойти к рекламе своего экшена. Игра еще не вышла, а дополнение уже анонсировали вместе с ценой, а также выпустили новый ролик. Тем не менее, разработчики уже на следующей неделе пообещали предоставить демо-версию игры со всего двумя миссиями, одна из которых будет представлять собой жестокую пиздилку с боссом. В демке также будут различные уровни сложности, над которыми качественно поизвращались разработчики. Прервемся на минутку, дабы почтить память покинувших свой мозг интеллектуалов. Уголок идиота в эфире. Дяденька, здорово, бля! А нам большой пиздец грядет, что слышно про Left 4 Dead 2, что на Линуксе и идет. Привет, мудилка ты моя! Бета-тест сейчас грядет. Нового клиента Steam, что на Линуксе и идет. Valve же говорила, бля! Left 4 Dead к тебе придет с этим вот клиентом Steam. И их, сука, не ебет. Официально же Left 4 Dead 2 должна стать первой игрой, которая появится в Steam под Линукс. В конторе Valve это называют неебическим прорывом. Налаживанием мостов через пропасть между пользователями Windows и Линукс и просто опиздохуительным событием. Вообще, конечно, для пользователей Линукс это заебич. А вот юзерам Windows глубоко похую. И они скорее возрадовались бы, если бы Valve совершила прорыв и научилась таки считать до трех. Дядя Дудуленька, а будет ли Майнкрафт в Steam'е когда-нибудь, блядь? НЕ! Досадная ты моя промашка в процессе зачатия. Маркус Персон давно уже сказал, что ебал в рот этот Steam и его политику на релизы апдейтов. Для релиза патча жирному бородатому пришлось бы согласовывать всю хуйню с Valve, подлизывать жопки и быть паенькой, чтобы апдейты выходили. А так можно хренануть говнозайт, приклеить к нему страничку для скачивания апдейтов и наблюдать, как фанаты ломятся наперебой, чтобы их скачать. И зачем ему Steam в самом деле? Ну, хватит уже развлекаться. Давайте дальше. Хитмен настолько охуенен, что ни один другой супер-мега-адово-невъебенный киллер даже и рядом с Агентом 47 не валялся. А если бы и валялся, то, скорее всего, Хитмен задушил бы его во сне. Ну так, для разминки. И при всём при этом Агентство решило его уничтожить, выставив самый высокий приоритет и отправив никого иного, как монашек в латексе. Очевидно, гениальности Агентству не занимать. До выхода игры осталось совсем ничего. Уже на следующей неделе Хитмен выйдет на прилавки магазинов. Трепещите, суки! А некоторые уже в наглую ебашат в Хитмен Абсолюте на своей шайтан-коробке. Игра в конце прошлой недели попала в сеть в лучших пиратских традициях. Выстрал Геймс плачется! Мол, настоящие хорроры сегодня создавать очень трудно. Разработчики усложнили себе задачу, предлагая геймерам пройти ужастик вместе с напарником, но тем самым хотели попросту разнообразить серию. Айзи Кларк вместе с Шоном Карвером теперь будут бегать по темным коридорам и кувыркаться с нечистью всех мастей и размеров. По словам создателей, некоторым игра покажется действительно страшно, а некоторым будет абсолютно до безды, кто выпрыгивает из темноты под будоражащую страх музыку, как этот аморфный некроморф выглядит и что у него вместо пиписьки. По словам разработчиков, их добрая фея почему-то оказалась ёбаной сучкой и не подарила им волшебную формулу для создания заебенных ужастиков. Rockstar продолжает активно рассказывать фанатов про их любименькую GTA-шку. Казалось, разработчики уже всё рассказали. И про главных героев, и про размеры города, и про новые машинки, и про дух Лос-Анджелеса, который хотели передать, и всё-всё-всё. Но, как выяснилось, пиздеть можно ещё долго, долго и упорно. Так, команда призналась, что размеры города сделали настолько большими по двум основным причинам. Во-первых, чтобы позволить игрокам покататься на самолётиках и вертолётиках. Ну и прочих летательных аппаратах. А во-вторых, чтобы запилить как можно больше различных видов местности, начиная от солнечных пляжей, заканчивая пустынями и каньонами. И если раньше разработчики уже делали Сан-Андрас на основе Лос-Анджелеса, то им это нихуясеньки не удалось. Это по мнению самих же разработчиков. Пока весь мир ждёт новое поколение консолек и супер распиздастые игры, которые на них могут появиться, Rockstar отмечает, что существующие поныне PlayStation 3 и Xbox 360 как нельзя лучше подходят для релиза GTA 5. А почему? Да потому, что за долгое время работы создателей наблатыкались использовать консольки на полную мощность и теперь могут представить игру, которая использует максимум возможностей этих платформ. Что же касается писенов, GTA 5 скорее всего появится на компах, но порт, как известно, дело тонкое. Зажимаем дружно кулачки. Какой бы хуйни человечество не понаделало за всю историю существования, часть этой хуйни вышла аккуратно этой неделе в виде новёхоньких релизов. Square Enix решила выпустить сразу 4 дополнения к Sleeping Dex и хорошо бы эти DLC-шки были полноценными интересными упаковками нового контента со шмоткой, новым витком сюжета, новыми локациями, квестами и бла-бла-бла. А так хуй! Все 4 дополнения предложат игрокам шмотку, парочку няшных ударов и... и всё! Блядь! Одно из дополнений вообще является сборником эксклюзивных бонусов для предзаказов. Одним словом, если хотите пополнить игру новым контентом, берите все дополнения сразу, чтобы уж наверняка угадать. Несмотря на то, что у большинства из вас нет консоля к Wii U, я всё же расскажу про свеженький эксклюзивный релиз на эту приставочку. Далеко-далеко, в 1986 году, когда некоторых из вас даже не было в проекте, Ubisoft выпустила свою первую игру под скромным названием Зомби. Сюжет уникален, Лондон заполонили зомбяки, и теперь вам придётся выживать всеми силами. Геймплей хардкорен. Если ваши мозги стали лакомым кусочком для зомбяков, придётся создавать нового персонажа. Wii U, отстой, но тем не менее, играть в зомбяков, если они, конечно, вас ещё откровенно не заебали, на Wii U по крайней мере прикольно. Trine Wars расширила свой фантазийный мир MMO Rift аж в три раза. С релизом Storm Legend на свет появились два новых континента. Крепости, новые души, подземелья, рейды, хибарки и шалашики в качестве жилищ и много всякой прочей поебистики. Ну а по сюжету никак не удалось обойтись без тёлочки по имени Круция. Так вот, Круция, Круция, цасочка, может пиздануться осень и обратиться драконом, а заодно и нагнать на весь игровой мир страху. Поэтому обеим фракциям теперь придётся объединиться, дабы расхуярить несметной армии гигантов и механические чудеса этой самой крыцы цыпочки. Игра из разряда сделай сам под названием Scribblnuts Unlimited на этой неделе вышла на всякие непримечательные консольки и PC. А теперь у Nintendo есть собственный LittleBigPlanet с рисованными уродцами и выдуманными воспалёнными умами геймеров историями, миссиями и прочей хуетой. Теперь, ко всему прочему, своими высерами можно будет поделиться в сети, чтобы армия таких же, как и вы, задротов, смогла насладиться адовым психоделом. Ебеческий Микки 2 возвращается, чтобы спасти мир пустоши от злобного безумного доктора, который опять решает расхерачить весь мир к хуям собачьим. А Микки, как и раньше, вооружится крупнокалиберной магической кистью и возьмёт с собой в напарники Освальда. Игроки теперь смогут наслаждаться кооперативным прохождением. Естественно, по пути вас ждут старые добрые знакомые, а в конце хэппи, мать его за ногу Энд. Тврач и Активижн так и родили Call of Duty Black Ops 2 официально. Пока многие уже обзавелись пиратской версией игры или попросту купили игру легально у продавцов, которые решили пораньше выставить игру на прилавке, Активижн придумывала злобный план для наказания этих наглых товарищей. Придумывала, придумывала и... и пока еще не придумала. Тем не менее, всем, кто купил лицензионку даже раньше официального релиза, ничего не будет. Разработчики уже пообещали запилить новые режимы игры и активно клепают дополнения, чтобы по традиции завалить игроков апдейтами с новыми картами и режимами. Пилица! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Лайки, которые нужно потыкать Над видео есть канал На который вы просто обязаны подписаться Невидимые бонусы для подписчиков уже появляются А на сайте gamebomb.ru есть-есть Трейлеры, обзоры, новости и скриншоты Которые нужно просмотреть, прочитать Оставить свои комментарии и активно участвовать в обсуждении А я с вами прощаюсь до следующей недели До следующей недели Яба